Поэтому, думаю, что ничего ломать резко, никаких революционных движений делать не будем. И в свете наших с вами предварительных переговоров, болевые точки в республике, они известны. Поэтому надо просто-напросто планово, целенаправленно, спокойно работать в рамках законодательства не только методами штрафов, административных взысканий, ну и стараться убедить всех людей, что природа Калмыкии, это словосочетание, не должно быть как бы пустым для всех лозунгом. Иначе через несколько лет не будет ни Каспия с лотосами, не будет ни Сайгака. То есть символы потеряются. Может быть это громко сказано, но, вы знаете, я республику не первый день посещаю, знаю, поэтому... Согласен, Сергей Валерьевич, мы с вами много об этом говорили в процессе согласования вашей кандидатуры на эту должность. Недавние, кстати, выступления и поручения президента связаны с экологически безопасностью. Естественно, естественно, да. Они как раз лежат в рамках вашей деятельности. Надеюсь, будут для вас крае гордым камнем, или, так скажем, директивой для работы. Особенно, вот еще раз повторю, последнее получение президента. Да, 13-й год в этом направлении сделан. Что касается республики, мне приятно, что действительно, на самом деле, мы знакомы давно. Вы работали, работаете в республике давно. Вам, Калмыкия, для вас Калмыкия, это край, так скажем, известный. Надеюсь, любимый. Однозначно, иначе бы не было этого назначения, и ничего бы не произошло. То есть это... Что касается непосредственно прямых ваших должностных обязанностей, убежден, что в тесной координации мы сможем навести порядок в этом направлении. Вы правильно упомянули ряд важных моментов, это связанных с пустыниванием в Калмыкии, с сохранением популяции Сайгака. У нас были продвижения вперед в этом направлении, работа ведется. Я думаю, с упорядочением кадровой ситуации в вашем ведомстве, сейчас это приобретет более, так скажем, реальные шаги. Поздравляю еще раз. Спасибо. Надеюсь, что у вас все получится. Спасибо.